Привет! Я уже школу окончила! А что это за девчонка возле диджея? Кто это, рыжая? Ага. Алина. Местная тусовщица. Я её часто здесь вижу. Давай. Старик, прости, но у тебя на неё денег не хватит. Она что, проститутка? Ну, почему сразу проститутка? А вот эту я вижу впервые. Таня! Приветствую. А сейчас попросим наше очаровательное и всеми любимое Алине. Да. Алине. Для имени очаровательной подружки. Да. Я даже знаю, конечно, жёстко петь здесь сейчас. Но, тем не менее, сегодня мы решили сделать исключение вальс, друзья мои. Вальс! И не просто вальс, друзья мои. Белый танец. Поехали! Вальс. Что за приколы, Эй? Не надо вальса! Вот стой! Разрешите пригласить вас на вальс. Ну, что такого, вальс попросили? Они что, танцевать сюда приходят, что ли? Тебя зачем сюда поставили? Объясни. Задавайте все вопросы ей. Да. Эй, пожалуйста, свои друзья. Это знакомая Алина. Нет вопросов. Без проблем. Пока. Спасибо. Спасибо. Всё нормально? Спасибо. О, наконец-то! Я приятно удивлён. Вы профессиональная танцовщица? В прошлом. Как вас зовут? Маша. Очень приятно. Меня Максим. Такое впечатление, что мы с вами где-то встречались. Вы никогда не танцевали в стрип-баре Гейша? Извините, мне надо идти. Простите, пожалуйста, не хотел вас обидеть. Ничего. Не показалось. Давайте выпьем что-нибудь. Я не пью. Я вас прошу, пожалуйста. Я не пью. Что? Ну, скажи, скажи. Я плохо слышу. Без, я в клубе. Я сейчас перезвоню. Выйду на улицу и перезвоню. Алло. Ну, я буду минут через двадцать-тридцать. Да, все целую. Пока. Давай. Девушка, девушка, здрасте. Я очень хочу с вами познакомиться. Вы понимаете, я как только увидел вас. Алло. Ты куда пропал? Да никуда я не пропал. Я собираюсь уезжать. Тебя подвезти, брательник? Я еще не докурил сигару. Супер. Решка, вернусь, орел, поеду. Не судьба. Алина, ты не забыла, кто тебя домой отвозит? Что-нибудь еще желаете? Да, пожалуйста, повторить. Будешь? Нет, спасибо. Что за тачка у тебя? Вип-маршрутка с отдельным купе. Очень интересно. Все, давай. Ну, тогда я за столиком. Чудак. Представился двоюродным братом Макса. Твоего кумира. Ну, что? Ну. Давай, рассказывай. Ну, 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 колись. А то меня сейчас порвет на хомячке от любопытства. Ну, а что тебе рассказывать? Ну. Макс в прошлом профессиональный танцор. Это понятно. Ну, и мы пересекались. На разных соревнованиях, фестивалях. Все, что ли? Ну, да. Подожди. Ну, конечно, если не считать того, что в детстве я была в него влюблена. А-а-а. Соблазняла тебя? Да, я тебя умоляю. Маленькая была. Узнал тебя? Мне было всего лишь двенадцать лет. Ясно, Маш. Ну, смотри, если ты захочешь с ним еще потанцевать, то приходи со мной сюда. Да. Он тебя часто зависает. Ну, я тебя умоляю, не ведись на его ухаживание. Он таких, как ты, здесь много перекатал на своей иномарке. Ну, что ты поникла? Ты что, на Макса опять запала, что ли? Да нет, конечно, перестань. Он просто перепутал меня с какой-то стриптизершей. Он сказал, не танцевали ли вы стриптиз в каком-то там клубе? Гейша, кажется. В общем, я в шоке. Ну, да, на Макса похоже. Привет, сколько можно ждать? Я так соскучилась. Так, зажигайся быстрее, зажигайся. Да, фу. Шоколад. Ты же любишь шоколад. А у меня сюрпризик для тебя. Я сейчас. Внимание. Оп. Примеришь? Так. Ой, красавчик. Завтра будет готов. Спасибо, Катюша. Не за что. Так. Сейчас включим музыку и можем праздновать твой приезд. Тарам-там-там-там-там-там-там-там-там. Ну, открывай шампанское. Тарам-там-там-там-там-там-там. Что-то не так? Катенька, мне нужно уехать на час или на полтора. Я вернусь. Ты куда? Кажется, я забыл рассчитаться в баре. Я вернусь. А ты точно вернешься? Тарам-там-там-там-там-там. О, ты решил вернуться. Очень порядочно было оставить меня здесь с пятью копейками в нормале. Алин, где твоя подруга? Маша? Она уже уехала. Я ее проинформировала насчет тебя, так что не рассчитывай. Что ты ей сказала? Послушай, оставь эту девочку в покое. Она не для тебя. Что-нибудь еще желаете? Нет. Нет, спасибо. Почему ты так решила, что она не для меня? Слушай, да потому что. Я тебе серьезно говорю, не порть ей жизнь. Где вы учитесь? В строительном, на факультете ландшафтного дизайна. На заочном, на вечернем. На дневном. Это надо писать в резюме. Ну и как же вы собираетесь совмещать работу и учебу? Ну, Маклер же не должен сидеть с девяти до шести в офисе. Маклер вообще не должен сидеть, он должен работать. Я буду. И клиента назначают встречу на то время, которое для них удобно. Ну, значит, буду пропускать занятия. Только смотрите, чтобы вас не отчислили. Извините. Агентство Новый дом. Нет, ее нет, она на обеде. Перезвоните позже. Меня не отчислят, потому что я отличница. Так, хорошо. Агентство наше, маленькое, но гордое. Мы пытаемся расширяться. В этом году вышли на рынок загородной недвижимости. Так что... Людочка Александровна, там распродажа началась. Брать или не брать? Юля, я работаю. Здрасте. Кстати, тебе звонят постоянно. Так я же на обеде, так как? Так, Юля, я занята. Так вот, мы вышли на рынок загородной недвижимости. И нам нужно развивать целое направление в этой связи. Поэтому я хотела бы видеть вас, в первую очередь, с ландшафтным дизайнером. Ну, а во вторую уж маклером. Здорово. Вы из столицы? Нет, я из Конотопа. Надо же. А некоторые из столицы ведут себя, как из Конотопа. Извините за Конотопа. Ничего страшного. Хорошо. Сейчас подойдет наш директор. Скажете ему, что я дала вам положительную рекомендацию. Он, моему мнению, вполне доверяет, но, естественно, с каждым новым сотрудником беседует лично. Вы можете обождать его. Присядьте, пожалуйста. И потом, когда все будет решено, заходите. Оформим документы. Спасибо большое. Спасибо. А здесь? Да, да. Юля. Так брать или не брать? Здравствуйте, Максим Леонидович. Это к нам на работу устраивается девушка. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Да, да, он только что пришел. Ну, конечно, опять как договаривались. Я обязательно все выясню и вам перезвоню. Проходите, пожалуйста. При дневном свете вы гораздо симпатичнее. Спасибо, но я вообще-то на работу пришла устраиваться. Прошу вас, пожалуйста, присаживайтесь. Что сказала Людмила Александровна? Она сказала, что она не против того, чтобы я здесь работала. Кем? Ну, сначала маклером, а потом уже ландшафтным дизайнером. В перспективе. Хорошо. В интуиции и профессионализме Людмилы Александровны у меня нет повода сомневаться. Можете приступать к работе хоть с завтрашнего дня. Спасибо. Пожалуйста. Вот, но... У меня к вам есть одна просьба. Я бы хотел хотя бы иногда с вами танцевать. У меня очень мало знакомых профессионалов. Был ведь профессионал. В прошлом. Ну, так как? Ну, почему бы нет? Алло, Костян? Здорово. Слушай, дружище, ты случайно не дома? Отлично. Я тут неподалеку от тебя участок показывал одному банкиру. Хочу к тебе в гости заехать. Ну, все, жди. Давай, минут через десять буду. Дядя Максим! О, привет. Привет. Что ты привел? Что там? О, сразу по пакетам лазу. Ну, здраво, дорогой. Так, погуляли, хватит. Руки мыться за стол. Молодец. Давай, давай, попрошай-ка. Алло. Алле. Ну, ты где? Я вернусь с тобой. А где? Не туда идешь, обернись. Преять и рукой машу, видишь? А, вот, я, я вижу. Давай. О, ладно. Привет. Привет. Ну что, встала? Садись. Да? Садись. Боливарь твоим услугам, но помни, двоих он не выдержит. Здравствуйте. Привет, красавица. Куда едем? Моей подруге нужно обновить гардероб. Спас. Алина. Ты ведь не откажешь? Несчастной одинокой студентке в такой безделице. Какие проблемы? Твоя подруга, моя подруга. Стас, я могу и глазки выцарапать. Моя подруга, моя подруга. Алина, я тебя прошу, не надо. Я хотела занять у тебя немного денег. Дыши спокойно кислородом. Все будет best. Правда, Стас? Конечно, конечно. Алина вьет из меня канави. Конечно. Поэтому полный вперед на бутик Версачи. Алина, не надо, там же дорого. Просто денег одолжи и все. Ладненько, все. Давай я буду собираться. Хорошо? Оль, ну куда ты спешишь? Ну, кофе поставлю. Успеешь. Ну, Макс будет убегать. Макс придет сейчас. Повторим. Что, доедать будете? И допивать, что характерно. Да на здоровье. Я же ничего не против. Ну, перестань. Смотри. Смотри, смотри. Море слушает. Море. Шумит. Шумит. Море. Ты хотел троих детей? Ну. Ну. Усыновим? Не пойдет. Почему? Кто не пойдет? Ему же на карманный расход нужно будет давать. Ну, мы будем выделять. Да. Так мы же на его бабах разоримся. А, не, не, не пойдет. Мы на его бабах по миру пойдем. Тсс. Мы ни о чем. Да. Ну, что, не утомили тебя наши архаровцы? Да не. Нисколько. Мы тут тебя решили усыновить. Мне пока еще рано. Рано. Живи тебя надо, барин, вот че. А я своих уже в отпрысках подул. Налей. Да рано мне еще. Ничего не так. Да, я сам, сам. А с вами же. Давайте выпьем, а то я замерзла. У меня есть тост. Макс, я предлагаю выпить за твою женитьбу. Скорейшую. Скорейшую, ближайшую, удачную и счастливую. Дорогие мои, я пока лучше на ваших гангстерах потренируюсь. Нет, отказ не принимаюсь. Давайте за их здоровье выпьем, чтобы вы были счастливы и... А мы за все выпьем. Костя, за женитьбу. За все вместе. Женитьбы и дети. Не надоело вот это? По клубам малолеток, так сказать. Оля. Ребят, надо ехать уже. Ты что, обиделся, что ли? Куда? Ты же уже... Угу, за рулем нельзя. Нельзя. Сейчас так ездят, что страшно садиться за руль. Трезвым. Ну смотри, дело хозяйское. Пойдем. Проводю. Давай. С детьми пообщался. Крестников повидал. Пока, Миле. Пока. Пока. Приезжай почаще. Пока, пока. Пока. Возвращайся домой. Алиночка. Что? А можно я тебе задам один вопрос? Только, пожалуйста, пообещай не обижаться на меня. Обещаю. Это твой Стас, ну, он же старый. Это он для тебя, Маша, мужчина в возрасте. А для меня это банкир с двумя высшими образованиями. Для меня это человек, который знает три иностранных языка. А также владелец нескольких компаний. Стас прошел через все в этой жизни. Поверь мне. И я за ним не как за каменной, как за китайской стеной. И вообще, Маш, я его люблю. Ну, хорошо. Ну, тогда как? А как Гоша? Гоша, Гоша, это просто легкий флирт для подержания формы. Вот и все. Понимаешь? Стас, ну где это так долго? Надеюсь, не скучали без меня? Спасибо. Старичок, ты мой любимый сладенький. Спасибо. Вы знаете, я чувствую себя как в сказке. Но мне как-то даже и неловко. А я себя чувствую как пигмалион. Обалдеть. Так, душа требует продолжения банкета. Давайте. Поедем. С дременную и поедем. Куда? На яхтах. На яхтах. Фу, блин, а. Сержант Калева, предъявите документы. Почему скорость превышаем? Разве? Ну, будем в трубочку дуть или сразу на экспертизу поедем. Это взятка, что ли? Угу. Обнаглели. Обнаглели. Добавь еще сотню. Довезу домой с мигалкой, с сиреной. Сделаем красиво. У меня и так уже смена закончилась. Со всеми почестями. Командир, спасибо. Давай в другой раз, а? Как хочешь. Езжай. 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 Семенович, там сейчас тебе будет подъезжать Шкода, синенькая. Водитель наш клиент. Да, говорите. Котик. Максимилиан. Но не Волошин. Ты Волошин в сексе. Мой только что уехал в аэропорт. Мы так давно не виделись. Блин, ну что опять? Ну, если найду сто баксов, приеду. Заходи быстрее. Яна. Мама, ты бы замуж за меня вышла. Серьезно? Да. Почему? Как тебе объяснить? Вот взять Антона. Он, конечно, не такой эффектный и так далее. Но надежный. Цельный. А ты сегодня есть, завтра нет тебя. Скачешь, как мальчик, клуб, бутусовки, девочки. Понимаешь, как тебе объяснить? Не только мужчины любят одних, а женятся на других. Ну что, солнце мое, на яхте не замерзла, а? О-о-о! Ты моя радость. Ну, спи, спи. Алло, мамочка, привет, скажи, как она? Уснула? Слушай, а Женя ничего нового не сообщил? А когда анализы будут готовы? Ну, хорошо, будем надеяться на лучшее. Я просто к другому не готова. Мам, я не накручиваю себя, ладно? Все, пока. Да что такое? Вечная проблема. Юля! Юль! Юлечка, мышка почему-то барахлит. Так, можно это колесико почистить? Ну, ты почисти, пожалуйста, или поменяй ее, ладно? Сделай что-то, хорошо? И Машу позови. Вызывали. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Поздравляю вас с первой удачной сделкой. Ну, наверное, мне просто как-то повезло. Клиент почему-то сразу согласился на первую квартиру. Талантливый человек, талантлив во всем. Вот ваш процент от сделки. Спасибо, Максим Леонидович. Как насчет того, чтобы сегодня потанцевать? В клубе «Ренессанс» сегодня вечер бального танца. Может быть, составите мне пару? Хорошо. Хорошо. Почему вы расстроились? Поверьте, мое приглашение потанцевать никак не связано с этими вашими честно заработанными деньгами. Ваш кофе, Максим Леонидович. Юля, вы не могли бы одеваться скромнее на работу? Пожалуйста. Хорошо. Как скажете. А раньше, мне казалось, вам это нравится, Максим Леонидович? Я пойду? Да. Вот здесь, буклейте, адрес клуба. Да, Макс. Ага, дорогой ты мой человек. Я сделал все, как ты просил. Сделал вид, что впервые видел эту квартиру. Но зачем тебе нужна была эта интермедия с Машей, я не понял. Девочка, клерк абсолютно никакой. Ну, симпатичная, конечно. Но я рад, что и квартира, и Маша тебе понравились. А. Ну, где ты так ей подумал? Костя, сделку оформим дня через три. У меня нотариус боляет. Да проблем никаких. Я не спешу жить, слава богу, ей где. Только не порти жизнь ребенку. Не ходь жениться, не бери за руку. Ладно, пока. Проповедник. КОНЕЦ Спасибо. Здравствуйте. Ты выглядишь очаровательно. Спасибо. Спасибо. С ума сойти. Я даже и не знала, что так соскучилась по танцам. Спасибо вам, Максим Леонидович. Максим, просто Максим. Давайте перейдем на «ты». Мы ведь не на работе. Максим Леонидович. За тебя. Спасибо. Я надеюсь, это наш не последний вечер. Не жалеешь, что согласилась пойти? Нет. Ты знаешь, мне очень любопытно. Тогда в ночном клубе ты меня пригласила на танец. Почему? Вот моя общака. Неужели это была «ты»? Неужели помнишь? Как же не помнить? Я же награждал тебя на соревнованиях. После того, как я тебя поцеловал, ты мне влепила такую пощечину. Надо мной еще год смеялись, ребята. Это невероятно. Ты так выросла. Мне пора. Постой. О чем ты задумалась? Да так. Может быть, выпьем у тебя кофе? Нет. В другой раз. Маша, увидимся завтра на работе. Ну, если ты меня не уволил. А если уволил? Ну, тогда созвонимся. Мне кажется, я конченая дура. Конечно, дура. Разве умная станет так хлопать дверью? У тебя нет минералочки. Светка, а что делать, если не вовремя влюбляешься? Ну, во-первых, не мешать мне спать. А второе я расскажу тебе завтра. Отстойное платье. Отстойное платье. Слушай. Детский сад. Криво. А-а-а-а-а! Где ж? Алло. Здравствуй, Машенька. Привет, Жень. Сегодня он получил результат анализов. К сожалению, но симптомы лейкемии у Ксюши обнаружены. Это точно? Да, это точно. Ошибки быть не может. Ксюшу надо везти в Америку. Здесь ей вряд ли чем-нибудь помогут. Да, кстати. В предложении нашего вчерашнего разговора до моего отъезда осталось всего ничего. Любовь, она всегда не кстати. А вот смерть, она всегда кстати. Маша, алло, 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 Машенька? Маша, я сейчас к тебе приеду. Да, не кстати, а вот смерть, она всегда к смерти. Слушай, заткнись, а я тебя прошу! Ты только, пожалуйста, не смейся. Кажется, я влюбился. Поздравляю, если это взаимно. Извини. Пока не знаю. Ведьмочка из Конотопа, а? Угу. А знаешь, красивая женщина. Наверное, одна из лучших, кого я видел. Ну, кроме моей Оль, конечно. Конечно. К сожалению, ты подтвердил мои худшие опасения. Только, как сказать, не надо. Если что, девчонки, жизнь не портят. Я хочу жениться на Маше. Ты, я сейчас Оле позвоню. Извини, но пока еще не могу поверить. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо быть безруким. Что можно было с ним делать? Вы можете объяснить? Секунду. Здравствуйте, Максим Леонидович. У нас кондиционер сломался, я вызвала. Людочка, починим. Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте, Максим Леонидович. Банкир выходил на связь? Прислал письмо. Я распечатываю, занесу. И кофейку, плейз. Обязательно. Это вам. Спасибо. Это должно подсластить горечь нелегкого референтского труда. Представляешь, Людочкой на свал. Руку целуют. Да. Спасибо, Юленька. Позовите, пожалуйста, ко мне Машу. А ее нет. А когда она будет? А ее, наверное, никогда не будет. Что значит, никогда не будет? Она зашла с самого утра и сказала, что больше не будет работать в нашем агентстве. Вот, просила передать. Спасибо. Спасибо, Юля. Идите. Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте перезвонить позднее. Юля. Юля. Да, Максим Леонидович. Позовите, пожалуйста, Людмилу Александровну. А она на обеде. Найдите ее, пусть она принесет. Или вы принесите мне. Личное дело Маше. Хорошо. Что ты делаешь? Он тебя не любит, ты ему не нужна. Как ты не понимаешь? Я ради тебя, дорогая племянница, должностное преступление совершаю. Тетя, у тебя свои тараканы, у меня свои. Да что ж ты? Да хоть спрячь ты его. Да спрячу. Черт. Черт. Юля, последний раз. Ты меня поняла? Да. Войдите. Максим Леонидович, я не заводила личное дело. Но вы же сами сказали, что оформлять новых сотрудников только после месячного испытательного срока. Я правильно вас понял? Вы не сделали даже ксерокопию паспорта? Правильно. Ну, хоть анкету она заполняла? Нет. Вы фамилию знаете? То ли Петрова, то ли Патрушева. Немедленно спросите у всех сотрудников. Может быть, хоть кто-то что-то знает, в отличие от вас. Хорошо. И еще. Если вы еще хоть раз отнесетесь столь халатно к своим должностным обязанностям, испытательный срок будет у вас. Вы меня поняли? Поняла. Ну, что? То, что получила я из-за тебя. Да, подожди. Сразу я хотела ей глаза выцарпать. Та еще, ведьма. Удачи в личной жизни. Мария Олеговна. Абонент не отвечает или временно недоступен? Да. Узнали фамилию? Нет. Маша ни с кем не общалась. Известно только, что учится в строительном институте на факультете ландшафтного дизайна. Это мне и без вас было известно. Меня сегодня уже не будет. Экс-мено. Моя губерна. Подожди. Алло. Алина, это ты? Нет, Пушкин. Сменивший пол. Алло. Кто это? Ладно, пойду я, хорошо? Давай. Тебя не узнать. Господи, как черт из табакерки. Привет. Чё делаешь здесь? Решил стать строителем? У меня к тебе разговор. Ну. Давай. Ты Машу видела сегодня? А что? Ты говорила с ней о чём-нибудь? В смысле? Где она? Не знаю. Ну ладно. Чё надо от неё, а? Жениться хочу на ней. Не смешно. Ты даже не представляешь, насколько я серьёзен. Домой она уехала. Даже мне не сказала, зачем. Адрес есть? Нет, писем не писала, в гостях не была. А что, позвонить нельзя? Связи нет. Ну ладно, и на том спасибо. Аленова дом слушает. Юля, это Протасов. Я уезжаю в срочную командировку. Как? Прямо сейчас? Прямо сейчас. А когда будете? Когда буду, я не знаю. А если вас будут спрашивать, что говорить? А? Юль, подожди секунду. Если действительно будет что-то срочное, звоните на мобильный, хорошо? Всё, пока я не могу говорить. Блин. Ну что? Он уезжает в командировку. Прямо сейчас. Он, наверное, её нашёл. Вот зараза, а. Я думала, ты уже на полпути в Конотоп. Был бы, если бы машина не сломалась. Ты что, правда собрался к ней ехать в Конотоп? Да. Поспеши, а то опоздаешь. Послушай, почему она уехала? А я откуда знаю? Ты ей рассказала? Она же с тобой в взаимоотношениях. Да пошёл ты, в взаимоотношениях. Возомнила себя. Отпусти руку. Пусти, говорю. Привет, Стас. Здравствуйте, Максим Леонидович. Добрый день, Санислав Борисович. Вы что, знакомы? Да, Максим Леонидович помогает мне купить участок под коттедж. Ну что, поедем? Да. Послушай, это совсем не то, что ты подумал. Это просто мой старый друг, он разыскивает Машу. Мою подругу, ну ты её знаешь. Просто у него проблемы. Максим Леонидович уехал срочно в командировку. И мы можем себе кое-что позволить. Ну-ка, Юлечка, давай. Давай. Почему она? Юль. Да. Алло, Юля, здравствуй. Это Максим Леонидович. Да, Максим Леонидович. Мне нужен срочно билет до Конотопа. На когда? На сегодня. Один? Да. Срочно, Юль, сделай, пожалуйста. Хорошо, Максим Леонидович. Все, я буду ждать, перезвони. Что? Ему билет нужен до Конотопа. Один. Значит, он её ещё не нашёл. Максим Леонидович, можно вас? Мужики должны друг другу помогать, правда? Сейчас, секунду. Петрович, отвезёшь Максима Леонидовича в Конотопу. Станислава Борисович, я уже с женой договорился идти в театру. Не понял, я что, задачу нечётко подставил? Станислава Борисовича. Ладно, доставим лучше. Станислава Борисовича, мне неудобно. Не парьтесь даже, садись. А мне неудобно. Садись, давай, давай. Спасибо. Возражения не принимаются. Давай успех. Чем смогу, выручу. На свадьбу пригласишь. Спасибо огромное. Оказывается, ты романтик. Будешь наказан. Чем? Ну, видишь. Ну, как же эта ведьма ухитрилась? Юля. Кикимора. Ничего, Юлечка, ничего. Пусть теперь эта ведьма нашего Максим Леонидовича немножко помочит. Давай, бери. Не всё же ему девушек мочить, правильно? Давай. Ну, да. Если директор ушёл другой, то непонятно же, кому повезло, правда? Вот мы за это сейчас и выпьем с тобой. Да? Бывай мы хорошие. Ну, как можно? Ну, как можно? Так, стой. Курить мы не будем. Скоро придёт банкир оформлять документы на недвижимость. На семельный участок. А вот с этого места поподробнее. Юля, отмени, пожалуйста, заказ. Билет в Канаток не нужен. Спасибо. Стас. Есть у тебя такой мужчина. Мне нужно тебе кое-что сказать. Сколько? Что? Сколько стоит? Ты о чём? Ну, мне показалось, может быть, тебе нужны деньги. Ты только об одном думаешь. Я об одном думаю. Ну, ладно, ладно, хорошо. Что ты хотела сказать? Ну, ладно, извини, я виноват. Я прошу прощения. Ну, что в этом такого плохого? Девушке нужны деньги. Нет, да, 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 конечно. Ну, скажи. Ты прав. Всё-таки выглядит. Двадцатилетняя девочка разводит богатого бизнесмена на деньги. Ой. Ты прав. Всё-таки выглядит, наверное. Послушай, мне нужно тебе кое-что сказать. Я никогда тебе этого не говорила. Я тебя люблю. И хочу, чтобы ты это знал. Только, пожалуйста, пожалуйста, ничего не говори. Будет всё, как ты скажешь. Всё, как ты захочешь. Скажешь мне. Уходи. Я уйду. Скажешь, остаться. Я останусь. Милая моя, если бы ты знала. Как я тебе благодарен. Ну, я хочу, чтобы ты поняла и меня. Да я понимаю. Господи, как же трудно разговаривать с любимым человеком. Ну, давай так. Я сейчас скажу последнее мужское веское слово. И мы заканчиваем наше прение. Договорились? Давай. Давай. Через шесть лет мои дети будут совершеннолетние. Если всё ещё это время ты будешь любить меня, я даю тебе слово. Мы поженимся. Через шесть лет, Стас. Через шесть лет, Стас. Я уже буду старой. Ну, перестань. А я, а я, а я, а я буду лично молодой. Молодой. Максим, вставайте. Мы в пункте назначения. И куда нам ехать? Надо найти милицию. Вон, давай у мужика спросим. Там должен быть паспортный стол. Узнаем адрес. А если не дадут? Проблемы будем решать по мере их поступления. Деньги и труд всё перетрут. Едем. Вот, даже схему нарисовали. Разберёмся. Ты чё, борзый? Да хватит вам уже сегодня бои устраивать. Ты посмотри, разошлись. Оба при чём. Ешьте давайте. Хватит, я сказала. Ты не можешь, да, спокойно на месте усидеть? Не хочу больше есть. Я тоже наелся. И ты наелся, да? Я вот что-то сейчас не понял вот этого разговора. Здесь что, кто-то есть отказывается? Мужчина должен завтракать плотно. Это мой. Да? Ага. А, извини. Чтобы расти здоровым и сильным. Чтобы расти здоровым и сильным, надо качаться. Не умничай. Ничего, тебе не помешает, иногда плотно поесть. Между прочим, мы уже в лице опаздываем. Тогда идите уже. Ладно? Ура! Давайте, вперёд. Всё, осторожны будьте. Пока. Пока. А ты что, не отвезёшь детей в школу? А я с Маргаритой Львовной договорилась. Она их везёт. Сдам работницы? Ну и что? Если бы ты больше интересовался семьёй, то ты бы знал, что Маргарита Львовна у нас водитель с 20-летним стажем. Что-то не хочется. Хорошо, тебе видней. Если ты ей доверяешь. Подожди, пожалуйста. Я хочу поговорить с тобой серьёзно. Задержись. Может, ты присядешь? Так будет удобней. Если ты её любишь, то скажи, я не буду устраивать тебе сцену ревности. Я не буду поступать пошло, раздавая интервью разным газетёнкам. И судиться там с тобой не буду за половину твоего состояния, как поступают некоторые жёны некоторых олигархов. Конечно же, конечно же. Ты, пожалуйста, посещай детей, свиться с ними столько, сколько захочешь. Ты будешь по-прежнему обеспечивать детей ровно настолько, насколько позволяет тебе совесть. Тут я не праве вмешиваться и ничего решать. Но если она для тебя просто секс-развлечение, то я готова простить. Но треугольником мы жить не будем. Я тебя не тороплю, конечно же. Ты можешь думать столько, сколько тебе надо. Хорошо. Я тебя услышал и всё понял. Но извини, теперь мне пора на работу. Музыка. 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 Кто это на ребенку? Мне шампанское. Нет, никакого. Машенька, к тебе. Аккуратненько. Молоденько. Здравствуйте. 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 Интересно. Машенька, кто это? Кто? Да что с тобой? Кто этот мужчина? Собственно говоря, вы кто будете, молодой человек? Ты можешь мне ответить? А, собственно, кто этот молодой человек? Это Максим Леонидович, директор на фирме, в которой я работала. Угу. Я же работала там. Да-да-да. Ага. Ну, если приехали, пожалуйста, присаживайтесь, располагайтесь. Давайте я цветы поставлю. Ага, это вы к нам в Конотоп приехали, чтобы поздравить молодых? Я приехал. Совсем по другому поводу. Но боюсь, что опоздал. Как интересно. Куда уж интересней. Маша, может, ты объяснишь нам, что происходит? Ну, может быть, вы тогда выпьете? За здоровье молодых. Подожди, хватит, не суетись. Я хочу знать, с какой целью пришел сюда этот молодой человек. Маша, м? Прошу простить меня за мое вторжение. Ни в коем случае не хотела разрушить молодую семью. Я просто не знал. Маша, как говорится, всего вам доброго. Мама, перестань. Ну, кто виноват? Мама, конечно. Перестань, мама. Мама, это был наш папа. Ха-ха-ха. Собираешься домой в пешководке? Выезжайте, я прогуляюсь. Шумит и грохочет столица. Все хочет, чтоб что-то срослось. Луч солнца пронзает, как спицей. Осеннее небо насквозь. Так высоко, так далеко Женит струна. Любовь пронзает времена. А что за костюм у тебя такой смешной? Я в Ярты на Наверезну играл. В таком костюме больше денег можно заработать. А как ты в Конотопе оказался? Познакомился с девушкой на Наверезну. Она из Конотопа была. Я с ней сюда приехал. Вовсе долго рассказывал. Понятно. А сам ты откуда? Из Венесуэлы. Венесуэла. Это ж Африка, да? Нет. Так высоко, так далеко Звенит струна. Недостижимо оно слышно. Так высоко, так далеко Звенит струна. Все они сучки и шлюшки. Ну, так корабль назовешь, так и плывет. Сучки и шлюшки, говоришь? Ну, будут тебе все же не податься. Сучки и шлюшки. Согласен. Меня вот тоже Дьявушка обманула. Но я ее не осоздаю. У нее были такие красивые глаза. Красивые глаза. Дешевка. Добрый вечер. О, Оля пришла. Опять мальчишник? Не часто ли? О, Господи. Это что, хэллоуин у вас тут? Женщина, посмотри сериал или поиграй с ребенком. Тут чисто мужской разговор. Понимаешь, чисто мужской разговор. Иногда мужчинам нужно побыть в взрослых. Да, понимаю. Продукты разбери. О, отличный самогон. Очень хороший самогон. Великолепный. Эксклюзивный. Мне его один мужик, пять лет уже, каждый год, день в день привозит. В тот день, когда его дочь кооперировала. Потрошитель, пить будешь? Воробей он. Какая разница? Слушай, а ему вообще по барабану, да? Моя что, учу дела? На работу вышла? Я ей говорю. Оль, тебе что, денег не хватает? Мне нужно общение. Общение нужно. Каждое утро, два часа перед зеркалом. Трусы новые купила. Вот с кем она там? Каждый день общается в новых трусах. Кум, дом строить будешь? А что, построим дом? Я с Ольгой разойдусь. Прямо мы с тобой вдвоем заживем. Ну, я в хорошем смысле этого слова. Это было бы идеально. Так за это выпить надо. Я больше не буду пить. Катюше поеду. Мама, почитай мне сказку. Маленький, ты чего проснулся? Ну-ка, беги к себе. Я почитаю тебе. Почитаю. Только папе твоему прочитаю. И крестному твоему прочитаю. Эй, вы что, с ума сошли? Ну, шкатары крылят хую. Обещайся. Жалко только волюшку во широком полюшке. Жалко мать старушку до буланова коня. Парацелюба. Привет. Ты откуда свалился? Привет. А че? Прикольно. В гостях было у крестника. С кумом резвились. В бассейн упали. Прямо в одежде. Вот, переоделся. А зачем приехал? Хотел поговорить, как нам дальше жить. Вот только одежда не соответствует. Братасов, ты с ума сошел? Или издеваешься? Ты сказал, что уходишь на полтора часа, вернулся через неделю. Привет, Макс. Здорово, брательничек. Не ожидал тебя здесь увидеть. А разве я когда-нибудь скрывал, что мне Катя нравится? Молодец, быстро освоился в городе. Будьте счастливы, ребята. Молодец. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА